Завтракать или не завтракать с утра? Вот в чем вопрос. Если завтракать, то как же, чтобы день прошел правильно, активно, бодро, нужно питаться правильно? И подробнее нам об этом сейчас расскажет наш гость. А в гостях у нас Алексей Суворов, диетолог. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли с утра пораньше к нам в студию. Но вы сказали за эфиром, что для вас просыпаться рано, это, в общем-то, да, несложно. С чем это связано? Понимаете, что все мы... У нас есть такое понятие, как циркадные ритмы. То есть мы можем... Есть люди жаворонки, есть люди совы, но это все такое довольно-таки относительно, да. А на самом деле наш организм просыпается в одно время и засыпает, опять же, в другое время. Это абсолютно у всех. Поэтому в определенные часы вырабатываются определенные гормоны, которые нам нужно гасить, либо, наоборот, повышать. Опять же, питанием мы можем гасить одни гормоны, которые нам не нужны, и повышать действия других гормонов. То есть если с утра пораньше ты позавтракал, то ты погасил какие-то гормоны, или, наоборот, их добавил, и чувствуешь заряд бодрости. Вообще важно ли завтракать по утрам, и что важно завтракать? Смотрите, что происходит утром, да, в течение ночного сна, когда мы испытываем долгое чувство голода, с утра мы встаем, и наш уровень пик кортизола, кортизол – это такой стрессовый гормон, он находится на самом пике. И самое важное – его погасить. Гасится он, опять же, определенным количеством нутриентов, количеством углеводов, и углеводы должны быть более сложные в этот период, и определенным количеством белка. Опять же, есть определенные пики, когда этот гормон вырабатывается через каждые примерно 3 часа. И вот почему говорят «дробное питание», да, это не для того, чтобы наша пища лучше усваивалась, да, хотя и это то же самое, а просто мы в одно время гасим одни гормоны, и в другое время повышаем другие. И так само мы продлеваем свою молодость, долголетие, и напитываем свое тело всем необходимым. Скажите, а вы чем завтракаете с утра? Завтрак всегда начинается, это любая каша, сегодня это была гречка, и какой-то легкий у своем белоксид. Сегодня с утра это были яйца. У меня есть знакомый, который с утра может съесть тарелку борща. Нормально это? Нет, это не совсем правильно. Почему? Поймите, что пища, она может быть у вас рацион выверенным по белкам, жирам и углеводам, но каждый продукт имеет свое время для употребления. Это действительно важно. Поскольку есть, понятно, что есть вся пища, белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины. Так вот, даже те же самые либо углеводы, либо белки, есть время их приема. То есть есть белки более сложные, более длительные, есть белки, которые быстрее усваиваются. Так же самые углеводы, есть более быстрые, есть более сложные. И в разное время нужно учитывать этот факт. Так все же, если человек захочет перейти на ПП, правильное питание, что ему в первую очередь надо сделать? Потому что, может быть, нельзя резкий переход сразу делать, да? То есть надо подготовить свой организм. Ну что такое ПП? Сейчас это понятие уже настолько размытое. Поскольку что подойдет огромному спортсмену-бодибилдеру, да, не подойдет бабушке, да, либо не подойдет лицам подросткового возраста. Опять же, да, когда люди к нам приходят на прием, мы всегда спрашиваем, что они кушают в течение дня. Чтобы когда их переводить, да, на более-менее правильный режим, это не было слишком большого стресса для организма. Поэтому всегда говорим, от чего вы не можете отказаться. У всех есть свои слабости. Кто-то не может отказаться от сладкого, кто-то от мучного. Потому что, ну, действительно, это большая зависимость. То есть те же самые углеводы, уже ученые доказали, что от них зависимость больше, чем от алкоголя. То есть с какими проблемами к вам приходят? Вот почему человек должен к вам прийти, например? То есть у него лишний вес или просто вот веяние моды? Вот сейчас модно ПП, ЗОЖ, я вот пойду. Смотрите, в основном к нам люди приходят, конечно, уже либо с лишним весом, а лишний вес уже тянет за собой именно по бочке, по здоровью. Что мы делаем первое, когда люди к нам приходят? У нас есть профессиональное медицинское оборудование, биоимпедансиметрия. На нем мы определяем самое первое, что это выходит один из показателей. Это уровень основного обмена. То есть, чтобы вы понимали, вот мы сейчас сидим с вами, да, и мы тратим энергию в виде калорий. У вас один энергообмен, у меня другой, у вашего коллеги совершенно третий. И необходимо знать именно свой личный обмен веществ, поскольку он у всех индивидуален. И когда мы знаем свой обмен веществ, мы можем рассчитать питание ровно настолько, чтобы человек потреблял ровно такую калорийность, ровно столько белков, жиров, углеводов, чтобы он находился либо в состоянии равновесия, если ему просто нужно поддержать свой вес, да, если его задача именно потерять жировую массу, чтобы это, опять же, не было стрессом для организма, поскольку жировая масса уходит очень долго. Когда мы смотрим рекламу, да, и видим, что за неделю человек потерял, там, 10 килограмм. Даже стресс для организма. Это большой стресс для организма, и жиром потеряет, ну, максимум, там, полкило. Все остальное это будет мышечная масса, вода. Это для организма совершенно не полезно, поэтому мы призываем, опять же, к рациональному питанию. То есть не, что такое диета, да, диета – это всегда какие-то жесткие ограничения. Там, диета Аткинса, кремлевская диета, полностью убираются жиры из рациона, остаются снова одни белки. Не совсем полезно, поскольку каждый микроэлемент, белки, жиры, углеводы, отвечают за свою функцию в организме, и полностью исключать их не нужно. Должны быть определены нормы для каждого. Если человек, опять же, интуитивно знает свою норму, то вопросов нет, он себя хорошо чувствует. Но, как показала практика, уже люди у нас либо очень сильно переедают, либо недоедают определенных микроэлементов из пищи. Из золотой середины, да? Да, тем самым подрывая свое здоровье. Нужно ли менять в зависимости от сезона образ питания? Ну, смотрите, здесь, опять же, не стоит вдаваться в крайности. Да, здесь, естественно, есть, даже, вот, наверняка летом замечали, что аппетит снижается, и хочется больше пить, хочется больше свежих фруктов. Но, опять, участились случаи, когда люди после летнего периода сейчас приходят, и они за лето просто на одних фруктах набирают там по 5, по 10 килограмм лишнего. Даже такое возможно. Я тебе скажу, что возможно, и меня, как девушку, очень это интересует, потому что, на самом деле, почему так? Ты ничего особенно не ешь тяжелого, действительно, вода и фрукты, и все равно набираешь и веси. Смотрите, что происходит? Что такое фрукты, да, если разобраться? Фрукты – это те же самые углеводы, только углеводы из фруктозы. Опять же, когда мы полностью все энергобеспечение перекладываем на определенный вид продуктов, на фрукты, это, по сути, мы едим одни углеводы. Что происходит, когда мы едим углеводы? Повышается уровень сахара в крови. Уровень сахара в крови не может быть постоянно высоким, а организм его должен погасить. Гасится он, опять же, определенным гормоном. Поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. Чтобы данный гормон выделился, тот же инсулин, у него есть, опять же, определенные особенности. Должно присутствовать определенное количество холестерина, то есть определенное количество жирной пищи тоже должно присутствовать. И вот представьте, вы съедаете опять определенную норму сахара в виде фруктов. Все равно, рано или поздно, он все равно расщепится до более простых сахаров. Вам нужно, чтобы инсулин, уровень сахара поднялся, а вы не потребляете нужное количество жиров, и у вас просто-напросто не вырабатывается нужное количество инсулина в этот период. И постепенно, постепенно, то есть, что такое инсулин, да? Это просто транспортный гормон, который растаскивает все сахара, все питательные вещества по клеткам. Так вот, очень просто на одних фруктов получить сахарный диабет. Поскольку, если вы не потребляете свою норму по жирам, инсулин должен образом не вырабатываться, и тот уровень сахара постоянно высокий, а инсулина не будет для вас достаточно, чтобы этот уровень сахара погасить. И, опять же, все фрукты – это просто углеводы. Опять же, есть своя норма для употребления углеводов. Опять же, у каждого своя. Огромный человек-спортсмен, бодибилдер, может, у него большая мышечная масса, у него достаточно гликогенов в мышцах. Гликоген – это такой спрессованный углевод, который содержится непосредственно около мышц. То есть, спортсмены могут позволить себе, как кажется, в еде гораздо больше, чем обычный человек. То есть, он может сидеть, и у него просто энергозатраты, чтобы просто обеспечить его жизнедеятельность, там, 3-3,5 тысячи калорий. А у обычных человек, ну, там, полторы-две максимумы. Я надеюсь, что Оля много полезного, и наши телезрители также вынесли из этой беседы. Вам спасибо за то, что это утро встречаете в нашей компании. Ну, а нашим гостям хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня был Алексей Суворов, диетолог.